Эвакуация в Адыгея. Пожар в Москве. Кадыров объявил кровную месть Керимову. Это новости на Ходорковский лайф. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жители поселка Родниково и в Адыгеи эвакуируют после атаки дронов. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Рядом с поселком находится военный аэродром. Количество эвакуированных власти не раскрывают. По данным Росстата, в Родниково проживает около 1300 человек. И, по словам главы республики, все жители поселка были эвакуированы. По его словам, в пунктах временного размещения остаются порядка 30 человек. Остальные же уехали к родственникам. По данным канала МЭШ, из Родниково эвакуируют также 1300 человек. Глава Адыгеи не уточнил, какие объекты попали под атаку дронов и где именно возник пожар. Но вот телеграм-канал Астра со ссылкой на местных жителей сообщает, что целью атаки был военный аэродром, где дислоцируется учебная авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища. Российская Минобороны сообщила, что за прошлую ночь были уничтожены 92 украинских беспилотника, из них 47 дронов на территории Краснодарского края. Об атаках дронов именно на Адыгею ведомство не сообщало. Ну и еще про удары в Краснодарском крае. Там украинские беспилотники поразили склад хранения дронов «Шахет» под поселком Октябрьский. Об этом сообщает Генштаб Украины. По информации ведомства, там хранилось около 400 ударных «Шахедов». Ну и еще оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Октябрьский загорелись некие складские помещения, и к утру пожар был потушен. Ну а российские войска ударили по Одесской области. Там погибли семь человек, еще восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Одесской обл. администрации Олег Кипер. Целью атаки стала портовая инфраструктура. Так же уточнил господин Кипер. Два человека погибли во время пожара в доме-корабле на Большой Тульской улице в Москве. Спасатели вывели из горящего дома 14 человек. Еще 80 жильцов эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщают в прислужбе МЧС. Причиной пожара могла стать неисправная проводка в одной из квартир на шестом этаже. Московская прокуратура контролирует выяснение обстоятельств чрезвычайного происшествия. В сгоревшей квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Последний раз дом горел в январе 2024 года. Тогда обошлось без жертв. И тут, друзья, короткое объявление. Мы сделали для вас бот обратной связи с редакцией канала. Присылайте нам фото, видео и другие материалы, которые вы хотели бы с нами поделиться. QR-код в углу экрана. Ну а ссылка в описании под этим видео. Мы гарантируем вашу анонимность и безопасность. Рамзан Кадыров сегодня выступил с обращением к властям республики. Глава Чечни заявил, что его хотят убить. И даже не украинцы, как можно было бы ожидать от господина Кадырова, а свои два депутата и один сенатор России. Прозвучали даже имена. Депутат Госдумы Бекхан Бархоев, депутат Госдумы Резван Курбанов и сенатор Сулейман Керимов. Да-да, тот самый. И в этот момент уже становится понятно, что причиной возможного покушения был спор вокруг Вайлдберреса. Напомню, Керимов покровитель и старший бизнес-партнер нового возлюбленного Татьяны Ким Экс Бакальчук. И вот этому могущественному сенатору и одному из самых богатых людей страны Рамзан Кадыров и объявил кровную месть. Дальше будет цитата чеченского падишаха. «Я официально объявляю кровную месть Бекхану Бархаеву, Сулейману Керимову и Резвану Курбанову. Я кавказец, я чеченец, я свое возвращаю домой». Конец цитаты. Ну, в принципе, это не единственное, что заявил Кадыров. Еще одно важное заявление прозвучало также сегодня. Он объявил о новых методах работы с проблемными молодыми людьми в Чечне. Их будут отправлять на фронт. К числу проблемных Кадыров причислило молодых людей, которые ведут праздный и аморальный образ жизни. Могут позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим и провоцировать конфликт. Это все цитаты из Рамзана Кадырова. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон, либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт. Литва установила противотанковые заграждения на границе с Российской Калининградской областью. Об этом сообщил министр обороны Лауринас Кашчунас. Дальше будет цитата. Перекрыли еще один мост через реку Неман в Калининградскую область. Зубы дракона дополняют сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику. Ранее Литва разместила первую линию заграждений зубы дракона в городе Панемуны, в районе моста королевы Луизы, который соединяет литовский город с советском Калининградской области. Но поскольку мост Луизы целиком находится на территории России, то ежи и колючую проволоку установили на подъездах к переправе. В США ураган Милтон обрушился на западное побережье Флориды. Скорость урагана превышает 140 км в час. Без электричества остались более 2 миллионов домов и предприятий. Погибли по меньшей мере 2 человека. Разрушены более 100 домов. Об этом заявили в управлении штата по чрезвычайным ситуациям. Накануне во Флориде была объявлена обязательная эвакуация для 11 округов. В которых живет почти 6 миллионов человек. И это все новости, которые я хотел вам рассказать. В конце остается только попросить вас подписаться на наш канал на Ютубе. И, конечно, подписаться на нас в Телеграме. Там мы дублируем весь наш контент, в том числе и в аудио формате, чтобы вам было удобнее его смотреть. И вообще, если Ютуб окончательно заблокируют, будем искать друг друга в Телеграме. Пока. Берегите себя. Продолжение следует...